МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он уже был засыпан снегом, который свалился с крыши. Взял лопату, откопал и увидел, что пора готовиться к ремонту. Замена капота, как минимум, скорее всего, произойдет. Потому что вмятины не ремонтируются зачастую. На месте этих автомобилей могли проходить люди. На улице Транспортной тоже упал снег с крыши, но уже жилого дома. Повреждены три автомобиля. Жители говорят, что управляющая компания ни разу не чистила кровлю. Пока мы беседовали с ними, два раза с крыши упал снег на лестницу возле подъезда. Ладно, машина, но здесь очень много детей. Там тропа тоже проходит снизу, а там снег очень много падает. И все равно дети не дети. Разговор с управляющей компанией не привел никакому результату. Коммунальщики свою вину не признают. Акт составлять не стали, сказав, что будут выяснять сначала причину. Максимум, что они нам предложили, это обоюдный согласие. То есть мы чиним свой автомобиль на 75%, а они нам оплачут 25% от всей стоимости. Еще один случай произошел на улице Комсомольской. Между домами расположена металлическая конструкция, с которой упала глыба льда. Очевидец, который снял видео, не на шутку испугался, потому что стоял рядом. Оттуда сверху упала, походу. Поставала фирма. Разорвала машину, крыша разорвалась. Юристы советуют, если на ваш автомобиль упал снег или лед, то в первую очередь нужно вызвать полицию и описать все произошедшее. Именно так Галим и поступил. Полицейские составили протокол, с которым он сможет обратиться в суд и взыскать с организации ответственность за уборку кровли, деньги на ремонт своего автомобиля. Алексей Бычаев, Городской телеканал ЮТВ. Продолжение следует...